Мне стыдно, что я такой уставший и худой, и с такой прической. Но сегодня был необычный день с утра, не с раннего. Я пошёл к стоматологу, и я его, кстати, не ждал, я даже раньше к нему попал. Мне делали как-то больновато, но когда я на обратном пути из стоматологии шёл, я подумал, что бы я больше хотел, укол или то, что мне делали немножко больновато. И я подумал, что лучше больновато. На обратном пути, на самом деле, это был не обратный путь. После стоматологии я пошёл во вторую поликлинику, в которой мне надо было звонить по определённому номеру, для того, чтобы уточнить насчёт своего больничного, затянувшегося. Я же был в изоляции долго. И по счастливой судьбе эта вторая поликлиника была не так уж и далеко от стоматологии, а всё это было достаточно далеко отсюда. То есть просто так туда идти, конечно, было бы не так просто, как сегодня. То есть как бы это ещё и было всё просто. Нет. Не очень. Где же это была такая шутка «не очень»? А, это было в фильме «Бурат» вчера. Сегодня я, кстати, посмотрел вторую часть, и в комментариях там пишут иногда, что, например, первая там была лучше. А когда я смотрел комментарий к первой части, там было написано, что «Ой, она там не очень». Вот. А я вот сижу один, смотрю этот фильм, уставший, очень уставший. Что-то там какую-то еду наготовил, уже и даже съел. То есть уже даже не ем, а просто смотрю, смотрю. И вдруг из-за какой-то глупости я просто начинаю смеяться. Не потому, что какая-то была ситуация этому способствующая. Не потому, что у меня была какая-то весёлая компания. А я просто увидел глупую шутку, и мне стало так смешно. И я просто сидел и смеялся, смеялся, смеялся. Это было именно из-за второй части. В ней, на самом деле, мне много что понравилось. И первое, это то, что... Ну, нет, мне, пожалуй, это не понравилось как раз. Он очень актуальный, этот фильм. То есть его смотришь, и там как бы вот совсем недавние какие-то события описываются. Ну, собственно, он 2020 года. И это же мне и не понравилось. Потому что я смотрел фильм, а не новости. Во-первых. Во-вторых, новости всё равно гораздо более актуальны, чем фильм. И да, здесь мне показалось что-то не очень. Что-то ещё у меня были какие-то мысли. Ну, может, вспомню потом. А сейчас расскажу пока что, что я там делал в этой поликлинике. И почему я вообще вспомнил про фильм. Я не помню. Но пришёл я в эту поликлинику и начал что-то у всех спрашивать. Мне никто ничего не мог сказать. И очень долго надо было ждать. И в итоге, прямо пока я ждал, что удивительно и хорошо, мне сделали этот больничный прямо там. Потому что сначала я изолировался... Нет, сначала у меня был больничный по гриппу. Потом меня изолировали в больнице, в гинекологии. А потом меня ещё изолировали в гостинице, которую переделали в изолятор. И мне сначала сказали, что надо ещё идти в эту гинекологию. Потому что вторая поликлиника работает именно с гостиницей. В общем, вот так как-то. Но там они, в общем, я долго ждал. И они куда-то позвонили, сделали мне больничный с номером. И я счастливый оттуда пошёл в магазин, который был рядом там. Он называется ЦСКА. И он как бы строительный. Даже не как бы, а весьма строительный. И захожу я туда. А там тоже нет тележек, чтобы перевозить. Моё цифровое пианино куда-нибудь. Там тоже нет таких тележек. Это было удивительно. Я так долго это всё подтверждал, что нет-нет-нет-нет-нет-нет. Потом рядом там оказался большой магнит. Большой. Я думаю, ну, вряд ли там будет, конечно, если нет в ЦСКА. И всё равно я туда зашёл, спросил. Первый вопрос у меня всегда. Я даже помню, когда захожу в этот магнит, я всегда спрашиваю. Как отсюда выйти? Потому что, когда туда приходишь, там по каким-то маленьким лесенкам, что-то там в обход куда-то заходишь, и всегда лишнее, что ты идёшь. И мне всегда, вот я об этом забываю, мне всегда говорят, что вот этот путь и самый быстрый. Самый странный, который. И потом, я думаю, что-нибудь надо поесть, потому что я давно не ел. Смотрю по акции, ну, по небольшой, какой-то маленький кусочек сыра Бри можно купить. Ну, я купил. Выхожу, там причём был, ну, это не очень, наверное, важный момент, но там вот эта вот карта магнита, она работает не так, как карта ленты. Её не вместе с продуктами пробиваешь, а потом. Каким-то образом. Я неправильно, в общем, сделал, но не суть. Только я выхожу из магазина, разворачиваю сыр Бри, начинаю его есть, а он, как это сказать, твёрдый. Вообще, Бри — это сыр мягкий, а этот был твёрдый. Тогда я смотрю на срок годности и смотрю, а он прошёл 6 ноября. Тогда я, конечно же, откусил ещё большой кусок и пошёл возвращать этот сыр. Я откусил большой кусок ещё из жадности и какого-то страха, что я сейчас верну, и у меня будет нечего поесть, потому что я не захочу опять идти по магазину. Ну, в общем, я пошёл его сдавать, и мне сказали, менять будем. Я так, ну ладно. И мы пошли менять, и мне дали более свежий, как бы, ну, который ещё можно есть, кусок сыра, и даже чуть-чуть больше. Я его, конечно, тоже сразу съел. Потом... Я очень... Я почему... Я не знаю, почему я так много куда сходил. Потом я пошёл в музыкальный магазин, из которого мне привезли вот это цифровое пианино как раз в больницу, когда я там был. И... Что я хотел выяснить? Я просто смотрел клавиатуры фирмы Yamaha и других фирм. И вот здесь вот у меня есть прямо такая неожиданная, хотя для меня достаточно ожиданная, но неприятная новость, что именно цифровые пианино Yamaha, вот эти клавиатуры, они... С какими-то такими... Не заточками, как это сказать. У них, в общем, какие-то там такие цеплялки есть, определённые формы сбоку. Именно у Yamaha. И не только у такой модели, как у меня, а и у доли... И у более дорогой модели. То есть там вот как-то так они... Подрезаны эти клавиши, или сточены, или... Я не знаю, как это сказать, но они не ровные формы по бокам. А у остальных у всех ровные. И я это заметил, когда начал заниматься сначала. Ой, я долго говорю, а день ещё на тот момент не закончился. Вот, в общем, про Yamaha рассказал. Потом я пошёл хитрить и мучить продавца в магазине DNS. Там я хотел просто посмотреть, как звучат колонки, которые я хотел купить на вот эти вот какие-то бонусы, которые мне прислали в магазине в интернете. И... То есть я не собирался их покупать в магазине. Я просто хотел посмотреть, как они работают. Их там долго подключали, искали коробку с недовольным видом. Потому что я сразу сказал, что я сейчас покупать не буду. Но я и не сказал, что я вообще не собираюсь там их покупать. Вот. Но там было шумно. Я не смог послушать, как колонки работают в просто включённом состоянии без звука. Это, в общем-то, для меня тоже критерий. Но не такой и существенный. Поэтому я ещё спросил, есть ли у них такие телефоны, которые снимают на основную фронтальную камеру одновременно видео, но не айфоны. И мне сказали, что нет. И тогда уже с относительно чистой совести я пошёл наконец-то в консерваторию сдавать эти справки. Потом там начались какие-то праздники. Но в итоге я кое-как успел позаниматься. Но это было немножечко не то. И потом у меня оказалось, что сегодня бананово-куриный день. Но я не знаю, насколько это важная информация. Так получилось, что у меня со вчерашнего дня осталась курица, которую я купил в ленте ночью вечером. И сегодня я купил ещё сырую, которую надо было срочно готовить и есть. Так что у меня сплошная курица. А бананы? Ну, как бананы? Что бананы? Во-первых, я сегодня, когда пошёл ещё к стоматологу, я зашёл как раз за бананами в один магазин, в котором они дешевле. Но там нет контрольных весов. И поэтому я просто в наглую пошёл к любой ближайшей кассе, которая мне понравилась. И мне говорят, здесь вообще-то рабочее место. Надо спрашивать. И я ещё так возмутился про себя. Снаружи-то я так, ой, извините, извините. Хотя я не очень возмутился. Я просто ушёл и поел бананов. А этот барат, я вспомнил, что мне там сильно не нравилось тоже. Вот я вспомнил. Барат-2. Постоянные диалоги на непонятном языке. Может быть, у меня версия какая-то была, непереведённые моменты. Хотя, в общем-то, было понятно, о чём идёт речь. Я уже слишком много говорю. Но там просто... Я так думаю, ага. Ну, опять, да. Подождём, подождём. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.